всем привет я рада вас приветствовать на своем канале и сегодняшнее видео будет посвящено покупкам которые я сделала на выставке формула рукоделия выставка проходит в эти выходные в москве на в днх на моем канале уже вышло обзорное видео что я на этой выставке увидела и чем мне очень хотелось с вами поделиться и сегодня я хочу показать что же интересного я нашла такого что мне захотелось это забрать в свой рукодельный уголок перед тем как пойти на выставку я немного обдумала что я хочу купить потому что выставка это место очень опасное там все красиво и там хочется купить все но мне хотелось подойти рационально к своим покупкам чтобы взять и то что мне будет приятно и то что мне действительно необходимо поэтому я составила четкий список я хотела купить аксессуаров аксессуаров с определенными тематиками под мои определенные будущие процессы я шла с мыслью что я не хочу покупать наборы потому что у меня их много и я не хотела покупать что-то эмоционально из разряда вот этому вижу новинку и схвачу там или что-то вот я прям увидела вау схватила потом подумал зачем я это взяла очень спонтанная покупка вот поэтому я шла с шла с определенным списком и я довольна что я ровно по этому списку себе все и купила то есть ничего лишнего у меня нету все то что я и планировала взять даже немножечко сверху но это касается книг книги я и так хотела купить просто я ждал когда они появятся в магазинах типа wildberries они не появились но на выставке было издательство контент которые продают эти книги и на выставке сразу взяла то есть это тоже назвать спонтанной покупкой нельзя буду показывать вам все по очереди сейчас перед вами книги которые буквально завалены аксессуарами и мы сейчас каждый из них посмотрим пожалуй первым стендом который я посетила и с него я и начну показывать покупки это стал стенд к айдисы я уже ранее у нее покупала и показывала мне очень нравится как она делает аксессуары для рукоделия и я начну вот с этого красивого магнита у меня много процессов которые посвящены тематике фрукты и чаепитие кофе поэтому вот такой аппетитный лимон будет не лишним это магнит магнит из полимерной глины и он сделан настолько натуралистично что но у меня ощущение что это вот действительно ломтик лимона которые я допустим отрезала утром он полежал на блюдечке так немножечко знаете вот как они не то чтобы засыхают а так затвердевают да вот к вечеру становится уже более твердой и вот как будто бы это вот такой ломтик лимона оставшийся с утра ну так под затвердел и смотрится невероятно натуралистично и цедра и сама вот эта серединка ну называется хочется знаете вот настоящий ломтик положитель сказать на эти 10 отличий вот он был один на стенде я видела его в stories в инстаграму к одессы и очень хотела успеть купить и как раз когда выставка открылась я сразу подошла к этому стенду и успела купить этот лимон и я решила что одному лимона будет скучно и что ему все-таки нужен комплект поэтому я еще приобрела маячок для ножниц тоже в теме лимона такой свеженький зеленый с белыми цветами вот самим лимоном тоже лимон это полимерка листиками ну мне кажется он смотрится очень ярко свежо сочно и будет хороший комплект игры можно использовать для фруктовых процессов можно использовать для процессов с чаем вкусняшками потому что я люблю чай с лимоном но я также люблю и кофе с лимоном может быть вы сейчас удивитесь но есть такой результат я в принципе как бы кофе чая с сахаром не пью но именно вот когда в горячий кофе добавить немного лимона ложкой так пожмякать его чтобы сок чуть-чуть вышел и добавить сахар чтобы совсем не было кисло это совсем отдельный вкус кофе он ни с чем не сравнить то есть вот просто совершенно другой напиток вот такой кофе тоже иногда люблю ну и часть лимона поэтому у меня таких наборов много и этот комплект будет очень кстати также на стенде кайдисы да я просто и перевираю глазами вспоминаю что еще взяла я приобрела комплект магнитов в виде печенек и зефирки очень аппетитно смотрятся тоже это будет все для процессов связанных с кухонной тематикой разные плюшки печеньки чай кофе очень выглядит натуралистично я глядя на эти печеньки прям знаете хочу взять и съесть вот конечно опасно такие магниты вешать на процесс потому что глядя на эти печеньки хочется лишний раз попить чаю и съесть что-нибудь сладенькое вкусненькое ну зачем отказывать себе в удовольствиях в чем-то сладком даже в рукодельных аксессуарах покажу немножечко поближе но печенюшки выглядят очень здорово вкусненько не сделаны вот это вот как звездочка как может быть крекером и можно его использовать и на какие-нибудь не сладкие процессы вот и мне нравится что этот комплект так размещен на картонной бобинке очень здорово смотрится все-таки я решила попробовать боковую натяжку сейчас она будет шуршать и аккуратно возьму тоже решила взять у кадиса у нее есть несколько видов есть покрепче есть более универсальная все зависит от толщины резинок я выбрал для себя универсальный вариант хочу попробовать то что я постоянно вышиваю на рамах ну раньше боковую натяжку не использовала но поскольку я люблю пробовать открывать для себя и новые аксессуары я вижу что многие используют боковую натяжку и вот я тоже хочу попробовать думаю может быть я лишаю себя какого-то хорошего аксессуара и может быть когда вот у меня будет натянута прям со всех сторон как-то еще более удобно будет вышивать вот я решила попробовать из тех цветов которые остались наличие когда я покупала вот этот был более-менее подходящий он конечно яркий но с другой стороны солнечные позитивные тоже не помешает я конечно больше хотел лавандовый ноут к моменту подошла чтобы купить натяжку уже лавандовые закончились поэтому я выбрала себе желтую так выглядит попробую расскажу плюс там же я приобрела целую сумку для рукоделия а прежде всего эта сумка под органайзер типа паку вы поймете ком органайзер говорю конечно может быть любой фирмы может быть гамма он может быть приобретен на алиэкспрессе в общем смысл вы понимаете под этот большой органайзер для ниток и иголок таких сумок было на стенде много они были разные и жесткие и мягкие и под процессы под пяльца и под органайзеры я выбрала как мне кажется более универсальный вариант потому что в этой сумочке можно не только органайзер хранить но и просто организовать какой-то процесс я уже показывал как мне нравится моя сумочка а4 когда езжу на дачу я везти беру с собой и у меня там помещается и схема и пенал в котором хранятся мелочи я подумал что еще одна сумочка мне не повредит сделано просто супер настолько аккуратно и во-первых я обращаю внимание на детали детали и фурнитуру и вот как проработана хендмейт значит ручка такие хлястики какая фурнитура шикарная кисточки кожаные все очень красиво и добротно и люблю вот такие вот милые мелочи сумка для рукоделия идеально подходит для ниточно иголочного органайзера кайдиса и давайте посмотрим что внутри чтобы сильно не шуметь на камеру я расстегнула молнию за кадром и вот сейчас покажу вам внутренности я специально выбрала органайзер потемнее потому что я знаю что он будет меня сопровождать везде и я решила выбрать более практичное имение марки материалу значит вот сюда помещается органайзер мы примеряли на самом стенде поэтому я сейчас не стала доставать свой паку я уже в это сделала здесь значит резинки держатели под какие-нибудь мелочи типа маркер карандаш и так далее на крышке тоже есть держатели место для хранения например иголок булавок счетных иголок и еще один дополнительный кармашек в котором можно спрятать какие-нибудь мелочи например ножницы счетчик крестиков там есть что спрятать и мне кажется что сюда можно разместить как сам органайзер так и какие-нибудь еще рукодельные мелочи которые нужно взять с собой вот очень я довольна этой покупкой хорошая такая объемная вместительная сумка тоже попользуюсь и в одной из серий будней расскажу как мне понравилось я уверена что мне понравится я такие вещи люблю сделано она добротно хорошо так что покупка на долгое время хватит и плюс к этой сумочке прилагалась инструкция по использованию что можно что нельзя делать и маленький презент тоже виде магнитика к лица мелочи приятно следующий стенд который я посетила в плане аксессуаров это стал стенд фактура покажу как пишется и там я тоже так достаточно хорошо закупилась ну и раз уж я начала показывать значит я купила вот такой набор счетных иголочек в первую очередь мне здесь очень понравилась вот эта корона я покажу первых мне очень нравится что тонкие иголочки и вот посмотрите так давайте покажу какая красивая изящная корона очень изысканно мне прям понравилась следующий пин следующая счетная иголочка что как называет который привлек мое внимание в этом наборе это вот с пчелкой у меня уже есть пчелка но это очень интересненькая оригинальная остальные иголочки изысканы каждая по-своему я конечно не буду хранить на этом органайзере я сейчас вам видео покажу и сразу же это все расположу по своим местам хранения вот здесь еще одна булавка с короной здесь розочка не то есть если начать рассматривать каждый в отдельности он каждый по-своему интересе там очень такой изысканный на год дальше я купила себе комплект а значит у меня много наборов с словами с лесными животными с пейзажами с лесом и я как-то решил все это объединить для себя в одну тематику и мне на глаза попался набор который как мне кажется идеально для этого подходит магнит в виде желуди тоже ручная работа потрясающе фактурно красивый аккуратно сделан обычный магнит очень красивый и вот такой маячок для ножниц давайте покажу чтобы лучше видно значит он тоже с желудем такой лесной помните я вам в своих сериях будни показываю лес уже прям вот такой старый темный но не мрачные вот здесь гриб белочка еще листики вылеплены из полимерной глины этот желт при мне вообще нравится как настоящий и много много бусин очень такой хороший мне очень нравится цветовая гамма потому что благородный зеленый цвет с коричневым вот действительно сразу ассоциативно навевает мысли о лесных прогулках вот с таким магнитом будет вообще отлично смотреться я считаю и вот тут же еще не поможет какая-нибудь например вот такая вот счетная иголочка уже вот все все сочетается все в цвете значит следующий комплект от которого я не смогла устоять сначала я обратила внимание на счетную иголку это земляничка она сделана настолько реалистично что мне просто хочется там и съесть ее вообще проработана каждая каждое зернышко правда как настоящий знаете я даже когда на нее смотрю мне ощущение что я чувствую запах земляники но я же не могла просто такую иголку взять но есть же нужно как есть комплект нужен у меня ягодных процессов тоже хватает поэтому я решила сразу уж здесь комплект я приобрела вот такую шикарную гроздь здесь сразу три землянички а 4 смотрите еще на маленькая спряталась не поспела много-много бусин и стрекозка еще очень летний очень ароматный и красивый набор комплект я вот прямо сейчас вам рассказываю эти мне во рту вкус земляники вот этого земляничного варенья я же тоже вам показывал как я собираю землянику в лесу и я помню этот вкус я еще не успела его забыть после этого лета и у меня достаточно наборов под которые комплект подойдет потому что тоже ягодные и дачные и лесные по-любому найдется куда применить маячок то что уж подачный процесс точно потому что земляника для метод точно равно дача потому что это равно лес допустим если вышиваю дачный процесс летом то можно вот этот комплект применять если я вышиваю ближе к осени то можно например желудем но в одном процессе двое ножниц лишь не надо вот оно все такое красивое что мне даже хочется взять какой-то набор повышевать для которого подойдет такой маячок и еще один пин еще односчетная булавка который я приобрела но это уже было знаете так можно сказать на сдачу просто вот такого синего цвета просто красиво красивая бусины цветочек радует мой глаз цветом вот правда взяла практически на сдачу нравится это вы сами понимаете тоже то можно вышивать голубую бабочку можно вышивать маяк потому что синий цвет он много где используется и тоже такая булавка будет хорошо смотреться следующий стенд это над магнит и там я приобрела сразу три магнита поскольку уже осень началась мне хотелось какого-то синего аксессуара и я решила взять вот такую тыкву большая яркая оранжевая я не сторонник тематики хэллоуин ну как бы я не противник но просто это не мое но я очень люблю тыкву как такая деталь да сейчас не деталь атрибут осени и мне очень хочется украшать к осени все тыквами потому что но они яркие они красивые они вызывают радостные ассоциации и вот пока приобрела себе магнит почему не приобрела маячок и все остальное потому что ну так немножечко расскажу на будущее у меня сейчас уже у одного мастера лежит выполненный для меня специально заказ там будет комплект с тыквами но я вам смогу показать когда ко мне этот комплект придет поэтому я сегодня удержалась от покупки тыкв вот разрешила себе только один магнит это потому что он не похож на тот магнит другого комплекта и не будет таким таких уж пересечений там все-таки по стилю другой немножечко магнит и я буду применять их для разных процессов опять вот тематика печенек вафелька вафельки я люблю бельгийские такая маленькая приятная вкусняшка с киагодами причем они для меня не пересекаются да то есть они абсолютно разные печеньки это одного вафелька это другое еще и форме сердечко это все планирую на разные процессы такой маленький аппетитный магнит давайте покажу поближе смотрите как здорово аккуратно все сделано проработано очень аппетитно как по мне так похоже на настоящие ягоды настоящую вафлю и сейчас у над магнит продается много вот подобном стиле магнитов то есть это разные животные в чем их особенность они украшены сухо цветами там не разные разные есть лошади медведи и кошки совы драконы и овечки это то что я помню все вот разного цвета с разными цветами внутри мне трудно было выбрать прям вот реально я стояла и долго соображала что же я хочу взять и тут мне мама на выставку ездила с мамой это не хочет вот эту сову я посмотрела совы мне нравятся мне здесь очень понравился цветовая гамма очень похожи это на закат когда вот небо такого красно-рыжего цвета мне очень понравился цветовая гамма не мрачная наоборот солнечная и яркая ведь там внутри настоящие цветы цветы интересно но опять же буду использовать и в процессах солами и может каких-то еще процессов пригодится перед тем как показать книги покажу купленную схему это стенд овечки на забавы у нее вышла новинка с медведем и зайкой ну вы же понимаете почему я купил эту схему да конечно же в коллекцию мишек милота этого сюжета мне кажется невероятные он ну такой нежный вот знаете хочется сюсюкать и старались держаться да потому что вот как говорят там мой мимиметр просто зашкаливает потому что два друга уютно один другого устроился на коленях они читают книжку они такие добрые такие какие-то вот уютные вот правильное слово они уютные ну и как я не могла взять этого мишку свою коллекцию не могла вот я взяла еще мне понравилось что к этой покупке мне подарили открытку не могу я не показать потому что она очень красивая творчество идущие от сердца до сердца и доходит это же наш с вами девиз просто не больше не меньше так теперь из рукодельного мне осталось вам показать только две книги может быть уже вы где-то их видели ну давайте я быстренько полистаю потому что это новинка французская вышивка крестом с тематикой овощной я ее для вас полистаю очень удобно эта книга сделана потому что она разделена на две части первая часть сами отшивы и вторая часть схемы то есть я могу сейчас листать и не опасаться того что где-то попадется на камеру схема и меня потом кто-то будет ругать что эту схему распространяю значит вот первый сюжет с морковкой луком пореем буду ли я что-то из этой книжки вышивать я пока не знаю но я такие книги люблю покупать для вдохновения даже просто их представить проразглядывать тоже интересно но скорее всего я буду что-то вышивать потому что тематика овощей мне очень близко мне нравится запомните мой овощной алфавит что может быть что-то я отсюда вышью дальше вот тыквы разного вида какой понос овощным ассорти горошек помидоры цветная капуста огурец морковь тыква ягоды помидорный сэмплер пример как можно оформить кукуруза и разные виды салата помните мы с вами угадывали вот эти все овощи когда я вышивала алфавит дальше немножечко садовой тематики вот кстати у меня ровно такие же инструменты я покупала для комнатных растений вот прям один в один так интересно видите на фотографиях книги фасоль они пишут горошек ну вообще же это фасоль патиссоны пастернак тоже в интерьере представлен травы ароматную разные виды салата а я кстати могу сверить с тем что мы с вами угадывали потому что у меня ощущение что часть из этих салатов было в моем алфавите даже туванчик есть цукини сейчас как раз сезон цукини это артишоки ведь это можно просто брать маленькие элементы или чего-то прикладном вышивать вот пожалуйста пример как можно оформить лук разный красный желтый белый баклажан перец свекла и настурции вот миленькая свекла и настурции ароматный пучок редиски в интерьере тут уже пошли цветы садовые с насекомыми овощная корзина садовый сэмплер так это у нас спаржа и все дальше часть схемы который я уже не буду показывать но только скажу что он схемы вот цветные символьные книжка в твердом переплете на стенде контент на выставке стоило 500 рублей и еще там же я увидела книжку французская вышивка крестом великолепные цветы и птицы элен лебер и тоже решил ее приобрести давайте посмотрим что внутри я так поняла что это тоже новинка здесь изящная интересная вышивка а в абсолютно французском стиле роженька с чашкой это очень знакомый для меня сюжет не помню может в каком-то журнале схема публиковалась но до сих пор не могу вспомнить и видела здесь очень много сюжетов с птицами тоже нет разные можно взять какую-то отдельную птичку вышить из сюжета венки нежные целая компания птиц деловой с росточкой с бабочкой галстука синица с короной с кулоном здесь галстука такие деловые птицы эти как вот эти вот портреты до в усадьбах висят портреты предков а тут вот птиц портреты птиц здесь можно вышить сам персонала с названиями птиц весна явно весна вишни с ласточками еще у вас кстати очень много ласточек будет почему-то видимо дизайнер очень любит ласточек и разрабатывать схемы с ними видите просто даже интересно полистает на такой сюжет раз так вот вроде как провода и на них птички сидят и тоже интересно смотреть как два-три крестика там бэк как будто бы птичка сидит по-своему интересная книжка это я покажу поближе монохромный сюжет сейчас не фокусируется камера вот вот так будет видно дерево с птицами очень нежный дизайн но опять же можно проявить фантазию поменять основу поменять цвет ниток не получится уже с другими акцентами сюжет можно вообще разными цветами вышли и то же самое вторая часть книги посвящена схемам там я уже не буду вам показывать вы сейчас будете немного в недоумении наверное когда увидите скажите что это я вам расскажу когда я хожу на форму рукоделия я посещаю не только ту часть которая касается вышивки я в последнее время очень люблю заглядывать и в часть где мастера потому что там продается очень много изделий ручной работы и можно найти для себя весьма интересное так например несколько выставок назад я купила плетеную корзину это очень удобная продуманная плетеная корзина который я использую когда нужно перед пасхой идти в церковь освещать кулич яйца и как раз эта корзина очень удобная туда все помещается там определенным образом расположена ручка удобно чтобы не мешать свечки и чтобы я для этой цели раз в год использую эту корзину потом я тогда я купила другую корзину в которой я храню свою коллекцию медведей не наборов а у меня еще есть шитые медведи они пока там и в том среде корзине я храню кубки допустим другой раз на выставке я нашла интересные платья тоже купила что еще украшения пару раз покупала ну а в этот раз я купил посуду я решил тоже вам показать пусть это не рукоделие но это ручная работа я думаю что вы же тоже хозяйки вам интересно я думаю будет как-то вот спонтанно произошло на то есть мы просто шли по выставке я увидела стенд меня что-то заинтересовало я подошла люблю вот то что сделано именно руками мастера потому что это несет в себе особенную энергию если вот энергетика мастера близка и это как-то совпадает но это как-то чувствуется на интуитивном уровне то для меня от этих вещей исходит какое-то особенное тепло и я очень люблю такими вещами пользоваться и поэтому я и купил то что купила потому что я почувствовала что это очень теплые вещи значит это керамика я купила такую кружку вы уже понимаете да почему я купила она синего цвета при этом внутри она яркая вот она даже на ощупь эти практически теплая и кстати сейчас вспомнила что я еще один раз покупала на выставке деревянную посуду тоже такая очень приятная в использовании да так что часто-часто покупаю но редко показываю сейчас решила показать значит такая керамическая чашка я планирую из нее пить кофе на интересные фактуры ну и опять же там в мою рукодельную комнату синяя чашка будет весьма подходящая ну и не совсем как бы от этой чашки блюдце но я вот именно вот так не планирую пить кофе я просто планирую что если мне нужно будет какую-нибудь вкусняшку взять то вот можно использовать это блюдечко сюда положить взять чашку и пойти пить кофе это вот такое блюдце ну и вообще блюдце вещь полезная нужная поэтому я приобрела и плюс мне понравился комплект тарелок я решила обновить свой салатник и взяла вот миску поглубже и две небольшие тоже миски которые будут салатниками именно то есть это большой в котором можно замешать салат и две маленькие из которых кушать ну опять же никто не говорит что только салат из них кушать можно в них фрукт порезать там орешки положить творог допустим со сметаны размешать на завтрак то есть понятно что это очень универсальная посуда и я уже присматриваю для новой кухни посуду и вот решила что нам будет приятно пользоваться с вот этим комплектом тоже здорово так сделано интересно вот спросить меня что мне понравилось я не знаю просто я посмотрела визуально такой веселенький интересный в руках держу мне очень приятно вот прям знаете вот держу и исходит какая-то вот энергетика положительно от этой посуды прям приятно будет с нее кушать чувствую ну чашка очевидно она яркая из этого комплекта ну вот она для другой цели я вообще не сторонник того чтобы прям вся посуда была в одном стиле в квартире потому что это разное настроение есть настроение вот из этих салатников кушать там будет другое настроение будут другие тарелки ну все это все мои покупки я правда весьма довольна что я не набрала чего-то лишнего не набрала эмоционально все на мой взгляд нужное и полезное все в хозяйстве пригодится вот поэтому эта выставка для меня прошла очень и очень хорошо ну и все на этом я буду завершать видео я надеюсь что вам было интересно повышевать и просматривать со мной мои покупки я желаю вам хорошего настроения удачи и успеха в том чем вы занимаетесь пока пока